Здравствуйте, меня зовут Валентина Михайловна, и я представляю здесь кафедру палеонтологии МГУ, а также Центр популярной геологии, который был создан у нас на геологическом факультете для того, чтобы мы несли свет геологии в массы. Ну, чем, собственно, я и занимаюсь. И, собственно, соответственно, название этой лекции «Проблемы выхода на сушу». Я не знаю, почему там в итоге в объявлении получилось немного другое название. То есть я буду говорить не только о том, когда жизнь вышла на сушу, а как раз прежде всего о проблемах, которые были с этим связаны. Ну, конечно, первый вопрос – когда это случилось? Для начала, когда появилась жизнь, когда появилась суша, мы не будем углубляться в эти проблемы, иначе мы отсюда не выйдем вообще. Но где-то 3,5 миллиарда лет назад уже точно на Земле была жизнь, уже есть её материальные свидетельства, и точно была какая-то суша, были какие-то континенты. Тем не менее, выходить на сушу тогда ещё никто не собирался. Почему? Ну, главным фактором, по-видимому, был озоновый слой, точнее его отсутствие. В атмосфере было мало кислорода, не было озонового слоя, и, соответственно, ультрафиолет, он очень нехорошо действует на жизнь, и жизнь вынуждена была прятаться под водой. Ну, есть разные оценки того, когда наконец-то на Земле появился озоновый слой, ну, в среднем где-то 1,2 миллиарда лет назад. Итак, озоновый слой появился, наверное, можно выходить, но как бы не так. Всё равно каких-то свидетельств жизни на суше мы в те далёкие времена не находим. Но мы можем предположить, что первыми обитателями суши были различные микроорганизмы. Различные простейшие грибы, водоросли, черви и так далее. Однако свидетельств каких-то материальных, достоверных этого, к сожалению, мы не находим. Более того, мы не можем эти организмы назвать, ну, прям, обитателями суши настоящими, потому что они живут в поровом пространстве, в плёнках воды, которая находится в грунте. То есть они всё равно водные организмы, а не наземные. И на самом деле они могли появиться на Земле ещё и задолго до появления озонового слоя, потому что когда вы живёте в грунте, в общем-то, вам ультрафиолет не особо страшен. Ну, а всё-таки кто же был первым настоящим наземным организмом? И вот если мы посмотрим на фотографию, которую нам прислали из селурийского периода, вы увидите, что здесь вот уже какая-то травка зеленеет, уже что-то такое есть. То есть первые растения на суше появились. Получается, они ждали где-то 800 миллионов лет. Огромный... Ну, может, я, конечно, не так посчитала. Нет, но всё-таки 800. Огромный срок. Они готовились к выходу на сушу. То есть, видимо, это было очень сложно. Почему так? Ну, давайте представим себя водорослью. Вот вы водоросль. И вас вытащили из воды на сушу. Вот ваши первые ощущения. Вам, ну, наверное, вам очень не хватает воды. Вам очень сухо. Вы высыхаете, испаряетесь. Всё очень плохо. Вам необходим скафандр. И растения выходят на сушу, когда у них появляется такой скафандр, который представляет собой кутикулу. Кутикула – это такое органическое вещество, которое покрывает всю поверхность растения. Она достаточно прочная. Она даже сохраняется в ископаемом состоянии. Мы можем её найти. Но если на вас скафандр, вы всё равно должны как-то дышать. На воздухе всё равно дышать можно растением, хотя и очень сухо. И для этого в кутикуле есть специальные такие органы, устица. Возможно, вы их когда-то проходили, когда учились в школе, но вы не подозревали, что это выход из скафандра для газообмена. Хорошо. У взрослого растения есть скафандр, но надо позаботиться о детях. Первые наземные растения – это споровые, и, соответственно, нужно позаботиться о спорах. И у спор возникает очень плотная оболочка. И спора полинина – это органическое вещество, которое не растворяется в кислотах и щелочах. Настолько оно прочное. И очень хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. Поэтому мы все эти споры находим. Но юное растение должно как-то прорастать через эту очень плотную оболочку. Для этого есть более тонкий участок. На этой споре он называется трёхлучевая щель разверзания. Такое страшное слово. Далее. У наземных растений появляется ещё одна проблема. Пока вы находитесь под водой, вы воду получаете всей поверхностью тела, минеральные вещества всей поверхностью тела, фотосинтезируете почти всей поверхностью тела. Всё замечательно. Если вы оказываетесь в наземной среде, то воду и минеральные вещества вы получаете нижней частью растения, а фотосинтезируете и преимущественно верхней. Нужно наладить какое-то сообщение между этими частями, так, чтобы шли потоки жидкости вверх и вниз. Для этого существует проводящая система, в которой есть флоэма, по ней осуществляется движение вниз, и ксилема, по которой идёт движение вверх. Но это ещё не все проблемы для того, чтобы растения благополучно вышли на сушу. Если вы достанете растение из воды, первым делом оно упадёт, потому что силы тяжести нет. Но она, конечно, так же действует на воздухе, как и в воде, но вот вес будет другой. И, соответственно, вес у растения увеличится, и оно просто упадёт. Нужны какие-то поддерживающие структуры. К счастью, ксилема, которая отвечает за движение жидкости вверх, она довольно прочная. Ну, здесь, конечно, очень современный интерьер. И я даже вот вам не могу ксилему-то показать. Это вот обычная древесина, потому что вот это вот не она. Но вот если бы это была какая-нибудь очень древняя тумба, это была бы древесина, я бы вам её показала. Но я думаю, что каждый из вас древесину знает, и, может быть, у кого-нибудь дома ещё сохранились раритетные вещи из древесины. То есть вещь крепкая, и, как вы понимаете, растение в вертикальном положении, она держать может. Кто же были эти первые растения? Их называют ринеофиты. У них, что интересно, даже листьев ещё нет. И фотосинтезируют они всей поверхностью стебля, который, конечно же, покрыт кутикулой. Там есть устица, всё как положено. У них нет корней. Они прикрепляются разветвлённой частью стебля. У корня должно быть другое анатомическое строение. Более того, они, можно сказать, стоят по колено в воде. То есть только верхняя часть торчит на воздухе, а нижняя всё равно находится под водой. Но, тем не менее, мы их считаем первыми наземными растениями. Первыми, кто смог хоть как-то, пусть не выйти на сушу, но хотя бы высунуться из воды. Это уже большая победа. 800 миллионов лет растения к этому готовились и, наконец-то, сделали этот шаг. Ринеофиты существовали с селура под Ивон. На этой схеме это вот эта вот часть. Но это философский вопрос, вымерли ли они, потому что от них происходят все остальные высшие растения. И современные растения – это все потомки ринеофит. Поэтому вопрос философский о вымирании. Вроде бы их сейчас нет, но их потомки живы. Вот так выглядел селурийский пейзаж. Конечно, ещё нет тенистых деревьев, ещё всё так уныло, но уже есть какие-то новые биоцинозы. И значит, можно и животным выходить на сушу. И животные не стали ждать уже 800 миллионов лет, вообще ничего не стали ждать. И следующими за растениями тут же выходят на сушу членистоногие. Почему они смогли выйти на сушу сразу, а ничего не ждали? А потому что у них всё уже было готово заранее. Такое ощущение, что членистоногие, как только появились, у них прям всё было сразу для того, чтобы существовать не только в водной, но и в воздушной среде. Даже, вот вы можете, наверное, представить себе, иногда показывают по телевизору какие-нибудь крабы, которые совершенно водные животные. Они выходят на сушу, лазят по пальмам, собирают что-нибудь, что выбросило штормом. И всё у них хорошо, их не беспокоит о том, что они дышат жабрами. Почему же членистоногим это удалось? Скафандр у них был изначально, то есть экзоскелет, который защищает их от высыхания. Кроме того, ну, это тоже кутикула, но она имеет другой состав, не такой, как у растений. Кроме того, этот экзоскелет наружный, он является для них опорой, для их мускулатуры. Что на самом деле гораздо удобнее, чем наш с вами экзоскелет. Ну, вы, наверное, с детства знаете о том, что вот муравей такой сильный, он тащит на себе там какое-то бревно, которое гораздо больше его веса, а мы так не можем. Вот именно поэтому он это может, потому что у него более удобно расположены рычаги, а не так, как у нас. И сейчас люди создают всякие экзоскелеты, в них человек гораздо сильнее. Понятно, что армия в этом очень заинтересована, но зато можно подобрать ещё и какие-то благие намерения, сказать, что мы это делаем для людей с ограниченными возможностями, чтобы они наконец-то смогли ходить или что-то делать ещё. То есть польза от экзоскелетов есть, их сейчас активно разрабатывают. Но у членнистоногих этот экзоскелет был изначально, и на суше, конечно, это было очень удобно, потому что ваш вес на суше больше, а вы такой сильный. Это же вообще здорово. Дальше такая вот банальная вещь. У членнистоногих членистые конечности. Да, никакого открытия. А вы только вдумайтесь, насколько это удобно. Представьте себе, что на месте этого крабика был бы какой-нибудь червяк с какими-то параподиями по краям, которые долго не двигаются и не сгибаются, и вам пришлось бы ползти брюхом по земле. Под водой, ладно, ваш вес поменьше, а на суше вы всем своим весом давите на тот неровный грунт, по которому вы ползёте. Как-то не очень хорошо. А когда у вас есть вот такие членистые конечности, вы их можете там согнуть в разных суставах и приподняться над этой самой землёй. Кроме того, у них ещё замечательная выделительная система. Она называется мальпигиевые сосуды. Вот на этой схеме она показана бахромой. Самое важное – это конечный продукт обмена веществ в этой выделительной системе. Это мочевая кислота. У нас с вами конечный продукт обмена – это мочевина. Возможно, что многие из вас думали, что это одно и то же. Но это не одно и то же. Мочевая кислота, в отличие от мочевины, практически нерастворима в воде. А это означает, что для того, чтобы она выводилась из организма, эта вода не нужна. А значит, вы можете меньше пить. Мы вынуждены пить постоянно. И на самом деле, чем больше, тем лучше, чтобы всякие токсины у вас из организма выводились. А у них нет такой необходимости в воде, как у нас. И в Силуре уже несколько групп членистоногих выходят на сушу. Вот здесь показаны многоножки, первично бескрылые насекомые, скорпионы. Многоножки и первично бескрылые насекомые, они питаются растительным опадом, то есть растения уже на суше есть. Ну а скорпионы, соответственно, хищники, поэтому будут питаться ими. Здесь на картинке показаны современные представители, но когда-то в Силуре уже такие же были. И уже вслед за ними в Девонском периоде уже появляются на суше пауки, клещи, за ними уже и крылатые насекомые. В общем, можно сказать, привычные нам товарищи. И наступает Девонский период. Обратите внимание, здесь травка уже не только по колено в воде растёт, а есть уже и та, которая вышла дальше, уже отошла от воды. Это всё равно ещё споровые растения, потомки ринеофит. Это плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные. У них всё равно для размножения им нужна жидкая вода. Но сами они могут расти вдали от воды. Не обязательно прямо в воде расти. Ну а это, соответственно, новые биоцинозы. Хотя вот деревьев пока ещё нет в начале Девонского периода. И, конечно, нас давно уже волнует вопрос, а где же наши? Нас всегда волнует вопрос, а где наши? В данном случае наши – это позвоночные. Вот в старых учебниках вы можете прочитать, что пока рыба переползала из одного пересыхающего водоёма в другой, она отрастила себе ноги лёгкие, сбросила чешую. Ну и, в общем, всё, что надо, сделала. И вот картинка как раз сопровождающая рыба выползает на сушу, покрытую трещинами усыхания, и смотрит смело навстречу эволюции. Такие гипотезы в основном основаны на жизни современных рыбок, маленьких таких иллистых прыгунов, которые во время отлива выходят на сушу, бегают, прыгают, лазают по деревьям, выясняют отношения, и никаких проблем у них нет. Но дело в том, что иллистый прыгун – это маленькая рыбка. А вот наши далёкие предки были в среднем длиной метр. И выход на сушу выглядел бы примерно вот так. Их, если бы они вдруг захотели бы так же, как иллистые прыгуны, по этой суше попрыгать. Это было бы примерно вот так. Или вот так. Ну, вылезли, посмотрели, вернулись обратно. Что же нас останавливало? Почему мы тоже, в отличие от членистоногих, решили потормозить, подумать и ещё какое-то время оставаться в воде, несмотря на то, что вроде бы на суше уже есть трава, уже есть какие-то там членистоногие мелкие. Ну, во-первых, вес тела больше. Когда вы очень большая рыба, для вас это существенно. Значит, нужно, чтобы для этого веса была серьёзная опора. У большинства дывонских рыб скелет внутреннехрящевой. И костный скелет встречается довольно редко. И вообще рыбы с костным скелетом в большинстве своём появляются гораздо позже. А раньше были всё с крещевым. Очень удобно их было кушать. Не то, что сейчас. Далее. Ну, понятно, что нужны ноги. А пока рыбы, пока ещё только плавники. Ногами же надо на суше-то выходить. И желательно, чтобы эти ноги стояли прямо под туловищем. Можно, конечно, и вот как тот крабик на картинке там был, да, выйти вот так в раскорячку немножко. Но учтите, крабику легче. У него мускулатура прикрепляется к наружному скелету. А у нас к внутреннему. Нам так стоять довольно тяжело. Поэтому надо, чтобы ноги были под туловищем, располагались тогда, стоять легче и ходить. Гораздо. Ну, вы можете потренироваться дома и узнаете. Следующая проблема – это колебания температуры. Дело в том, что вода, она имеет большую теплоёмкость. И поэтому какие-то сезонные колебания или суточные колебания на ней отражаются не так сильно, как мы это чувствуем на суше. Более того, на суше, например, возле одного и того же дерева у вас может быть разная температура. С солнечной стороны там может быть, например, плюс 50. А в тени, конечно, минус 50 не будет, но может быть значительно холоднее. А мы с вами всё-таки химические системы. В нас должны идти химические реакции. И желательно, чтобы они проходили при более-менее какой-то постоянной температуре тела. Мы должны им это обеспечить. Ну, вот вы посмотрите на этого кота. Да, кажется, да у него шкура, у него жир, ему хорошо. А на самом деле не очень понятно вообще, зачем нужна эта постоянная температура тела. Чтобы осознать, зачем она нужна и как это работает, мы можем провести эксперимент. Можем реальный, можем виртуальный, как хотите. Можем взять одного из вас, раздеть догола и выгнать на улицу. Ну, чтобы вам не было грустно, мы вам в сопровождении дадим какую-нибудь тропическую ящерицу. Всё по-честному, потому что вы тоже тропические животные. И вот, значит, вы с этой ящерицей выходите на улицу. Ну, возможно, вы будете сопротивляться, но мы вас свяжем. Ну, тогда вы будете дрожать, вы будете кричать, что вы заболеете там воспалением лёгких. Там где-то сейчас около нуля на улице. Ну и всякое такое. Ну, минут через 10 мы вас заведём обратно. Скорее всего, с вами вообще ничего не случится. Вы даже не заболеете за это время. Но вы скажете, ну как же, я мёрз, мне было плохо. Где же эта постоянная температура тела, которая меня не спасла? Хорошо, давайте посмотрим, что стало с ящерицей. Она просто умерла. То есть вы, тропические животные, а в тропиках такой температуры, как сейчас на улице, у нас здесь не бывает. Но вас можно туда вывезти, и ничего с вами не случится. Даже можно и похолоднее сделать температуру, и ничего с вами не случится, потому что у вас постоянная температура тела. Вы будете дрожать, вы будете стараться её сохранить, а ящерица ничего не сможет сделать. Так, следующая проблема. Ну, это удивительно, но в воздушной среде мало влаги, мало воды. Значит, нужно что-то делать. Вариант первый, как у членистоногих и у растений, одеть скафандр. Сделать тоже какую-то кутикулу, которая эту влагу не проводит. Вариант второй, это сделать вид, что всё-таки влага есть, и эту кожу постоянно чем-то увлажнять. Следующая проблема. Под водой рыба дышит жабрами. Но на суше, увы, жабрами дышать не получается. Нужно дышать чем-то другим. Функцию дыхания на себя берёт плавательный пузырь. И при этом этот орган дыхания, он ещё должен быть расположен очень глубоко в организме, опять же, чтобы была защита от высыхания. Соответственно, придётся перестраивать кровеносную систему. Вот если вы на эту картинку посмотрите, вот кровеносная система рыбы. Она вообще идеальна. От сердца кровь идёт к жабрам. Здесь она насыщается кислородом и идёт ко всем остальным органам и возвращается к сердцу. Всё хорошо. Теперь мы выходим на сушу, начинаем дышать воздухом. Жабры не функционируют. Начинает функционировать плавательный пузырь, а это всего лишь один из вот этих органов. То есть всего лишь вот какой-то кусочек из вот этого, он начинает снабжать организм кислородом. Но всё ведь всё равно течёт в одно и то же сердце. И от этого плавательного пузыря с кислородом, и от всех остальных органов. А сердце-то одно, и вся работа на смарку. Всё опять, всё смешивается. Получается смешанная кровь. Что, конечно, очень неэффективно. Ну вот здесь вот нарисована уже кровеносная система амфибии со смешанной кровью. То есть мы вроде бы попытались сделать лёгкие, да, и как-то что-то исправить, что-то сделать, а в результате столкнулись с другой проблемой. Дальше. Опять же, дети. Раньше дети размножались, ну, точнее, не дети размножались, а рыбы размножались, откладывая икру. Эта икра спокойно могла находиться в воде, то есть жидкости у неё сколько угодно, кислород тоже попадал в неё из воды. А теперь нужно как-то... Воды-то всё, нет уже. Ну, опять же, либо вариант скафандр, то есть яйца, но здесь нужно, чтобы через скорлупу проходил кислород из атмосферного воздуха. Вариант второй. А давайте мы этих детёнышей будем развивать внутри собственного тела и уже рождать более-менее готовых. Идея хорошая, но проблема в том, что для того, чтобы этого детёныша в себе хоть сколько-нибудь выносить, нужно иметь хороший обмен веществ, который при смешанной крови невозможен. Очень много проблем возникает с органами чувств. К сожалению, в ископаемом состоянии мы это отследить, ну, можем, ну, разве что для органов слуха, частично для органов равновесия. Остальное мы понимаем, что эта проблема должна была возникнуть, но на каком этапе она была решена, мы этого, увы, не видим. Но со зрением вы понимаете, что показатель преломления воздуха и воды, они разные. И если вы хорошо видите под водой, когда вы выходите на сушу, вы видите уже плохо. Ну и, соответственно, наоборот, то же самое. Значит, нужно как-то глаза перестраивать. Со слухом. Когда вы находитесь под водой, плотность вашей головы примерно такая же, как плотность воды. Звуковые волны, которые проходят по воде, они также свободно проходят через вашу голову. И вы всё прекрасно слышите. Когда вы выходите на сушу, звуковая волна по воздуху доходит до вашей головы. У головы уже другая плотность. И звуковая волна там, ну, она не останавливается, да, она там, наверное, отражается от вашей головы и куда-нибудь уходит. И вы в результате ничего не слышите. То есть вы должны орган слуха вынести уже из головы куда-то наружу, что, в общем-то, амфибии делают, что, в общем-то, не очень удобно. Вы где-то там лишнее начинаете слышать. И только уже у млекопитающих этот орган слуха снова погружается внутрь. Для этого делаются специальные передающие системы. Ушные раковины возникают снаружи. Это уже для того, чтобы вы могли нормально слышать на воздухе. Органы равновесия. Здесь рыбы, конечно, нас превосходят, потому что они обитают в трёхмерном пространстве. А вы, как ни странно, обитаете в двухмерном. То есть вы все ходите по одной горизонтали, а рыба куверкается в трёхмерном пространстве. Конечно, её органы равновесия должны быть устроены гораздо сложнее. И это так. Там есть у неё внутри атолиты очень сложная конструкция. Нам так кувыркаться не нужно. Но есть другая проблема. Если рыба вдруг не справится с управлением, как говорится, и упадёт, ну, в общем, ничего не произойдёт. У неё вес примерно такой же, как вес воды. Ну, упадёт она на дно. Ну и что? Ничего страшного. Если мы упадём, то нас ожидают неприятности. Мы можем ушибиться, мы можем что-нибудь сломать. Бывали и смертельные случаи просто от того, что человек упал. Ну, или там не только человек. Значит, наши органы равновесия должны быть, пусть не такими совершенными, как у рыб, но, видимо, более кардинально устроенными. Ну, вот поэтому, когда у нас всякие перегрузки, нас тошнит, нам плохо, нам как бы наш внутренний голос говорит, ну, не надо этого делать. Ваша задача просто ровненько ходить по земле, и всё. И ничего другого вам не надо вашему организму. А боняние тоже должно перестраиваться. У рыбы вместе с водой в носовую полость попадают все эти запахи, химические вещества. Она их понюхала замечательно. А у нас-то уже граница другая. По воздуху эти химические вещества летают. А рецепторы наши химические всё равно в жидкой среде должны как-то реагировать. Значит, нужно делать слизистую оболочку внутри носа. Опять же, что-то должно было перестроиться, хотя в ископаемом состоянии мы не можем проследить как. Осязание должно поменяться. Рыбе важно только пощупать еду. Губами пощупала. Вроде съедобно, хорошо. Хотя, судя по тому, как они с удовольствием глотают крючки, видимо, они не сильно внимательно это щупают. Ну а мы должны помимо еды ещё щупать то, почему мы ходим. Это тоже важно. Мало ли не на то наступим. Ножки порежем. Поэтому конечности тоже должны что-то осязать. Ну и, наконец, такой замечательный орган рыб, как органы боковой линии, у наземных животных исчезает полностью. То есть с помощью органов боковой линии рыба ощущала движение воды, ну а, увы, движение воздуха мы с вами уже так просто не ощущаем. Столько проблем, да, я вам перечислила. А стоит ли, да? Стоит ли вообще выходить на сушу, если столько всего нужно сделать? Есть ли хоть какие-то преимущества? Одно очень серьёзное преимущество есть. Дело в том, что в воздухе кислорода больше, чем в воде. А дышать, понятно, хочется всем. Кроме того, в воздухе кислород легко перемешивается и не возникает каких-то застойных явлений. Конечно, бывают редкие случаи, там, при извержении вулкана, или вы там подошли к какой-нибудь там фумароле и решили прямо её понюхать, то да, тогда вы задохнётесь. Но в обычной жизни, если вдруг какое-то нехорошее химическое вещество прилетает, большинство наземных животных успевает от него куда-нибудь уйти. А в воде вот далеко не всегда так. Поэтому очень часто возникают заморы, и в ископаемом состоянии мы следов этих заморов встречаем множество. Когда там целые озёра, целые заливы умирали либо от недостатка кислорода, либо от присутствия каких-нибудь химических веществ, например, сероводорода. То есть, ну вот, это была причина, за которую, может быть, стоит бороться. И ещё одна была причина, не такая уж прям яркая. Вода имеет большую плотность, чем воздух. И для того, чтобы передвигаться в воде, вы должны иметь обтекаемую форму тела. А на суше уже воздух почти не оказывает сопротивления, особенно если вы просто ходите, а не бегаете. И, соответственно, вы можете себе позволить иметь большее количество жизненных форм. Вы можете быть сколь угодно кривыми, и, в общем-то, это не страшно. Так, ну вот здесь я ещё раз перечисляю те задачи, о которых я говорила. Видите, сколько всего надо сделать, чтобы позвоночному выйти на сушу. Когда же это всё сделали и кто конкретно? Наземные позвоночные происходят от мясистоплавниковых рыб, или ещё их называют лопастепёрами-рыбами. И это были очень такие удачные рыбы, потому что, во-первых, у них уже был костный скелет. В отличие от всех остальных рыб Девона, у них уже внутри были кости. Уже хорошо. Дальше. Плавники у них были устроены тоже по-особенному. У большинства рыб плавник – это просто лучи костные, на которых натянута перепонка, и всё. Здесь вот только в конце плавника этот веер из лучей, а вот эта вот вся часть, как бы мясистая часть, если мы посмотреть, что у неё внутри, внутри мы увидим такие же кости, как у нас. То есть там тоже будет плечевая, лучевая, локтевая и так далее. Все эти кости внутри плавника уже есть. То есть лапка готова. Остаётся только сбросить вот этот вот веер, и можно спокойно ходить. И, наконец, эти рыбы способны дышать атмосферным воздухом. Вообще предполагают, что все рыбы изначально могли хоть как-то дышать атмосферным воздухом и иметь плавательный пузырь, и при необходимости воздух в него заглатывать. Но хрящевые рыбы, например, они потом этот пузырь утратили. А мясистоплавниковые, наоборот, развили его в протолёгкое. И некоторые современные, некоторые дожили до наших дней, они способны дышать атмосферным воздухом с помощью этих протолёгких. И, кстати, не только мясистоплавниковые рыбы могут дышать с помощью плавательного пузыря. Если, например, у вас дома есть аквариумная рыбка-гребешок, и вы давно запустили аквариум, и там всё протухло, а рыбка почему-то живёт, и ничего. А просто потому, что она решила, что ждать от вас помощи не придётся, и дышит атмосферным воздухом. Дышать мало того, чтобы есть протолёгкие, нужно ещё, чтобы воздух туда свободно проходил. Рыбы обычные, когда дышат, они должны открывать рот. Носовая полость с ротовой полостью не соединена. Вот вы даже, наверное, не задумываетесь об этом. А я вот смотрю на вас на всех, у всех рты закрыты. И вы дышите, да? Потому что носовая полость имеет соединение с ротовой полостью. У обычных рыб носовые полости просто ямки, туда вода затекла, они её понюхали, и всё. У мясистоплавниковых рыб там есть дальше дырки в скелете, которые проходят в ротовую полость. Таким образом можно дышать, не открывая рот, что, согласитесь, очень удобно, да? Итак, мясистоплавниковые рыбы часть задач уже решили. Кост и скелет есть, конечности наполовину есть, половину можно вычеркнуть, и лёгочное дыхание тоже уже можно наполовину вычеркнуть. Лёгкие, конечно, ещё несовершенны, но уже что-то сделано. А мы приближаемся к концу Девонского периода тем временем. И в конце Девона появляются первые древесные растения. Их называют архиоптеридофиты. Страшное название – это споровые растения, размножаются они спорами. Листья у них очень отдалённо похожи на листья папоротников, тоже сложно рассечённые, но только отдельные пёрышки гораздо крупнее. Но ствол у них уже похож на стебли современных растений, уже такая вот хорошая древесина. И, соответственно, это деревья. Их размер где-то 8-10 метров, что, в общем, немало. Уже вполне можно под ними лежать в тени, можно по ним лазить, если очень хочется. И они образуют первые леса в истории Земли. Но значение этих первых лесов даже было не в том, что там можно в них выйти погулять или что-то сделать, а значение их в том, что они сделали и геологическую перестройку на Земле. Мы часто, когда говорим о каких-то периодах в истории Земли, мы думаем о том, кто там жил, кто рос, какие динозавры бегали, а не задумываемся о том, что геологические какие-то структуры тоже могли быть другими. Так вот, до Девонского периода на Земле не было пресных водоёмов. То есть было море, была суша. Если идёт дождик, то вся вода сразу стекает в море. Конечно, где-нибудь в горах там могли образовываться горные реки, там немного другая ситуация. Могли образовываться горные озёра, если эту реку перекрывало, там засыпало осыпью. Но на равнине у вас просто всё по поверхности суши стекает в море. И всё, ничего не задерживается. С появлением первых деревьев эта ситуация меняется. Во-первых, деревья корнями уже преграждают этот путь и уже не может всё просто так течь. Во-вторых, их стволы падают, возникает бурелом и получаются первые пресные водоёмы. Их, конечно, сложно назвать рекой или озером, или чем-то ещё, потому что нормальных берегов ещё нет. Берега появятся только в меловом периоде, когда будет трава типа дёрна современного. Тогда появится у равнинных рек берега. А пока берегов ещё нет, и это похоже на такое вяло текущее озеро-болото. Но это, соответственно, новые места обитания для водных, в том числе, организмов. И здесь вот мы смотрим на этот позднедывонский пейзаж, и мы на суше позвоночных пока не видим, потому что они пока ещё все под водой. То есть вот такое вяло текущее озеро-болото, здесь куча всяких рыб. Вот есть тут рыбы-акантоды, есть панцирные рыбы, это лопастепёрая рыба. А вон там, на горизонте, видите, кто-то с лапками. То есть на сушу никто не выходил, а лапки, тем не менее, вырастил. Мы-то его здесь ждём. Как так получилось? Дело в том, что эти деревья, которые росли, условно, по берегам этих водоёмов, они, понятно, в эти водоёмы падали. И там возникал бурелом, по которому было удобнее не плавать, а лазить. Кроме того, эти стволы, они начинали гнить под водой и расходовать кислород драгоценный, который был растворён в воде. Значит, уже дышать водой этой нельзя. Но ведь у нас же есть протолёгкие. И таким образом наши далёкие предки отрастили себе лапки вот в таких условиях и спокойно дышали атмосферным воздухом. У них же есть хааны. Можно... Не надо вытаскивать всю голову на поверхность и вдыхать. Не надо. Можно вытащить носик и просто через нос вдыхать атмосферный воздух. Очень удобно. И не надо выходить на сушу. Ну вот в крайнем случае можно вылезти на брёвнышко, если вам кажется, что за вами кто-то охотится. И если вы посмотрите на реконструкции первых четвероногих, первых амфибий, ну вот посмотрите на того, который слева. Как говорится, художника не обманешь. Вот он такой счастливый, он чувствует себя, как рыба в воде. Чувствуется, что вот он такой манёвренный, и всё у него прекрасно. И посмотрите на того, который справа. Но он беспомощный. Он не может не ходить, даже ползать не может. Тем не менее, в ископаемом состоянии мы находим следы. Причём находим их довольно в древних слоях. И это как бы было одним из доказательств того, что на сушу кто-то выходил. Но вот здесь пример того, как можно оставить следы, не выходя на сушу. И волновая рябь, например, она тоже сохраняется в ископаемом состоянии, оставляет, можно сказать, следы, и на сушу не выходит. Ну вот конец Девонского периода. Здесь художник, конечно, изобразил двух амфибий, которые зачем-то вышли на сушу. Но можно вот ещё задаться ещё и вопросом, а зачем? Ну, представьте себе, что вот вы, амфибия, вышли, ну, есть растительность, но есть вы её не можете, потому что у вас смешанная кровь, у вас очень неэффективный метаболизм, а для того, чтобы переваривать растительную пищу, вам нужно содержать у себя в пищеварительной системе симбионтов, а им нужна, ну, пусть не прям совсем постоянная температура тела, но хоть какая-то. А вы им этого обеспечить не можете. То есть растениями вы питаться не можете. Ну, хорошо, там же вышло много членистоногих, да, давайте будем ловить их. Да, но они-то на нормальных ножках бегают членистых со страшной скоростью, а вы такой большой и ходить толком не можете. Ладно, мы откроем рот, будем ждать, пока кто-нибудь пробежит мимо, потом его быстро поймаем. Но дывонские членистоногие, они примерно как сейчас в среднем, они небольшого размера, и вот такую тушу метровую вы иметь всё равно не прокормите. То есть в дывонском периоде, несмотря на то, что четвероногие появились, позвоночные на сушу ещё не вышли. Но у нас наступает каменноугольный период. И здесь всё больше и больше самых разнообразных растений. И растения уже появляются не только споровые, уже появляются голосеменные растения. Это настоящие наземные растения. Им для размножения уже жидкая вода не нужна. И они могут завоёвывать любые территории, и в каменноугольном периоде уже зарастает всё, не только прибрежные районы, но и водоразделы. Растений много, размер их очень большой. Это уже там не 8 метров, это уже 20, 30, 40 метров высотой, 2 метра диаметра ствола, это уже серьёзно всё. Поверхность листьев получается очень большая. А у вас ведь с поверхности листьев испаряется вода. И, соответственно, с вот этой, со всей поверхности, которая заросла лесами, вода испаряется во много раз больше, нежели если бы это было просто гладь какого-то водоёма. Таким образом, климат становится очень влажным. То есть у вас уже стирается немножечко грань между водными условиями и воздушными. Самое время для того, чтобы выходить на сушу. Кроме того, для каменноугольного периода характерно ещё общее похолодание. Вот эти все многочисленные растения, которые появились, они ведь собрали в себя весь углекислый газ. Построили свои тела, дальше они все, конечно, умерли, образовали нам вот эти замечательные угольные бассейны. В те далёкие времена насекомые ещё не были слишком эффективны по переработке вот этой древесины. И поэтому она по большей части ушла в ископаемое состояние. А в атмосферу ушёл кислород, его стало 33%. Красота. Дыши не хочу. А углекислого газа мало. Отсюда весь парниковый эффект мы убрали. Поэтому в целом на планете стало даже в среднем холоднее, чем сейчас. Ну, здесь, конечно, картинка из тропиков, поэтому всё хорошо. А в южном полушарии в то время было оледенение. И если мы посмотрим на животных, которые вот здесь вот разговаривают мирно друг с другом, то мы видим многоножку очень большого размера. И многоножки, и насекомые в то время были огромными, потому что их размеры напрямую зависят от количества кислорода в атмосфере. Современные насекомые, они не могут быть шире, чем 2 сантиметра, потому что они дышат трахеями, в которые воздух, точнее кислород попадает, ничем, никаким механизмом туда не загоняется. То есть это просто разница парциальных давлений на двух концах этой трахеи. И при современном количестве кислорода длина трахеи может быть только 1 сантиметр, а она должна дойти до каждого органа насекомого. Соответственно, шире, чем 2 сантиметра насекомое никак быть не может. Длинным оно еще может быть, но шире никак. А вот в каменноугольном периоде там многоножки, ну вот с меня размером, только еще выше, чем я. Вот. И, соответственно, там старикозы с размахом крылья 90 сантиметров, ну и прочие радости жизни. И амфибиям тоже, в общем-то, неплохо в это время, потому что, ну я там дальше расскажу, у них часть дыхания переходит на кожу, а, соответственно, когда у вас очень влажный климат и много кислорода, то кожное дыхание это очень даже неплохо при неэффективной кровеносной системе. Ну это вот еще пейзажи карбона. Вот, собственно, здесь показаны эти гигантские насекомые. И я все равно должна упомянуть еще об одной такой, казалось бы, незначительной группе, которая тоже вышла на сушу, как ни странно. Это улитки. И сделали они это именно в каменноугольном периоде. Самый подходящий период для выхода на сушу. Влажно. У них есть раковина, домик, то есть своего рода скафандр. Можно в него спрятаться, если слишком сухо. А вот поверхность всей остальной кожи, она наоборот очень влажная. То есть как бы здесь сразу два в одном. И вот с тех пор улитки благополучно существуют на суше. Но мы вернемся к нашим. Нас ведь должно больше всех волновать наши. Ну наши на данном этапе это амфибии. Легочное дыхание, ну вроде какое-никакое есть, но встает проблема. Мы с вами дышим и не задумываемся о том, как воздух попадает в легкие. Нам кажется, что легкие сами расширяются и воздух туда залетает. Но это не так. Легкие просто мешок. А плевральная полость расширяется за счет диафрагмы, которая опускается вниз, за счет межреберных мышц, которые растягивают ребра. И таким образом воздух попадает в легкие. Но у амфибий этого нет. И легкие расширить нечем. И единственный способ, как загнать воздух в легкие, это с помощью, ну как бы проглотить его. У них под нижней челюстью находится мышца, с помощью которой они заталкивают воздух в легкие. Это довольно неэффективный способ. Воздух в этих легких заставивается. Возможно, вы наблюдали, если за какой-нибудь амфибией, она сидит, у нее вот здесь колышется так вот горлышко. Это она дышит таким образом. И, соответственно, чем больше амфибии, если вдруг она захочет вырасти, тем больше у нее должна быть нижняя челюсть, а по ней уже будет растягиваться голова, сама череп. И поэтому он будет плоским. И там не только речи не идет о том, чтобы там где-то мозги поместились. Там даже нормальную челюстную мускулатуру прикрепить особо некуда. Вот такая тяжелая ситуация с дыханием. И из-за того, что дышать-то получается нечем, возникает вариант кожного дыхания. Почему бы и нет? Кожа – это довольно большой орган, он удобно расположен на поверхности, и можно им дышать тоже. Мы с вами тоже частично дышим кожей. Правда, тогда возникает проблема, что эту кожу надо как-то защитить, потому что если вы такой голенький, то вас все хотят съесть. Современные амфибии, очень многие ядовиты, они вырабатывают разные яды. Но наши, которые в средней полосе живут, они, к счастью, не ядовиты. Но вот когда вы в руки берете, она такая склизкая, вам противна. Это на самом деле тоже вариант защиты. Она рада, что вам противна. Ну а древние амфибии, не исключено, что они тоже были ядовиты, потому что многие крупные амфибии, ну вот их там называют лабиринтодонты, они дожили до середины юрского периода. И вы представляете, динозавры их не съели, они вымерли на самом деле совсем от других причин. То есть, наверное, всё-таки были ядовитые. Так, какие тут ещё у нас проблемы? Сердце у нас по-прежнему трёхкамерное, то есть в один желудочек сливается вся кровь, всё это перемешивается. Ну, это понятно, значит, нужно другие источники ещё освежения крови находить, то есть кожного дыхания. Ну и мы всё, опять же, приходим, что метаболизм у нас по-прежнему неэффективный, обмен веществ. Но у нас есть ноги, да, это уже хорошо, у нас есть ноги. Проблема только в том, что они расположены по бокам, ведь плавники у рыбы расположены по бокам, а не под туловищем. И как ходить по суше ногами, которые расположены по бокам? Это на самом деле проблема. Ну и я уж не говорю о том, что пока ещё где-то у нас в перспективе проблема, что надо что-то делать с потомством, уже пора заканчивать размножаться икрой, надо что-то другое придумать. Ещё про постоянную температуру тела вообще можно забыть, пока у нас неэффективный метаболизм. Ну, теперь о ногах. Ну, единственный вариант, как ноги, которые прикреплены по бокам, сделать так, чтобы они ходили, это вот встать примерно вот так. Юноша, который слева, нехилый юноша ведь, да, ну, вы посмотрите, ему трудно стоять так, несмотря ни на что. Юноша, который справа, здесь художник немножко слукавил, потому что вы же видите, что он достаточно массивный, а ножки у него как-то так легонечко стоят, как будто он там членистоногая какое-то, да, то есть не так уж легко ему стоять. Как же было на самом деле? Ведь ходить-то как-то надо. Вот так, ну, вы можете дома потренироваться. Очень трудно. А наши предки как-то вот в этой ситуации выкрутились. Как же? Давайте посмотрим вот на вот этого юношу. И вот его портрет, он сразу всё объясняет. Вот вы сравните. Вот тот юноша слева, да, мощный такой, да, а вот этот... Да тому мощному юноше не снилось. Это же просто красавец. Почему он так выглядит? Дело в том, что у него семь костей в плечевом поясе. У нас с вами только две. Ключица и лопатка. А у него семь. И вот они таким хомутом вокруг всего тела. А уже к этому мощному хомуту, костному, прикрепляются по бокам ножки. Ну и, конечно, очень мощная мускулатура. Поэтому, да, трудно, наверное, но при такой постановке вопроса это вполне возможно. Конечно, бегать нельзя таким образом, но ходить вполне можно. выпрямить конечности, да, мы же вроде мечтали, чтобы они стояли пряменько. Из такой позиции выпрямить конечности практически невозможно, потому что эти семь костей вам не дают переставить ноги непосредственно под туловище. Но обратите внимание еще на голову этого юноши. Она стала другой. Она уже не плоская, как у амфибий. То есть ну вот примерно строение черепа. Он становится вот таким вот выпуклым. Это означает, что с него сняли функцию дыхания. Конкретно мы не видим ископаемых свидетельств, куда она ушла. Но мы можем предположить, что так же, как у современных, наконец-то появились диафрагма и так далее. И уже не нужно использовать нижнюю челюсть для дыхания. Это великое счастье, потому что наконец-то можно использовать голову по ее прямому назначению, то есть есть. И к вот этим вот боковым поверхностям может прикрепляться челюстная мускулатура. Ну, а если вы хорошо питаетесь, то, соответственно, вы уже готовы к каким-то великим свершениям. Значит, с легкими, как мы выяснили, наконец-то все хорошо. Мы много едим. Ну, и раз череп вот так выгнулся, то, наверное, может быть, там стало чуть-чуть больше места для мозгов. Хоть чуть-чуть. И уже более сложное поведение, может быть, будет. Этих животных называют парарептилиями. Ну, это некая сборная группа, промежуточная между амфибиями. То есть вроде бы это не амфибии, но еще и не настоящие рептилии. Чем же они... Ну, вот пример парарептилий. Может быть, вы когда-нибудь, например, в Палеонтологическом музее встречали париозавров, там целое стадо пасется. Это, соответственно, представители парарептилий. Еще раз вспоминаем, что у нас тут осталось не вычеркнуто. Слава богу, с легочным дыханием все хорошо. С перестройкой кровеносной системы тут уже, если очень много кислорода, то ладно, с кровеносной системой как-нибудь потом разберемся. Там же всего лишь перегородочку в сердце построить мягонькую. Это уже не такая большая проблема, когда в крови и так много кислорода. Так, следующая задача. Чем, собственно, рептилии отличаются от пары рептилий? Тем, что у них есть височные окна. Височные окна это вот не такая дырка, которая ведет к мозгу. Они вообще не соединяются с мозговой полостью. Это просто как бы возникает такая иллюзия окна, а у них возникают скуловые дуги. И если есть скуловая дуга, то вы можете челюстную мускулатуру прикрепить не к боковой части черепа, что, в общем-то, не очень удобно, когда вы едите, а вы можете прикрепить к скуловой дуге, причем изнутри, как бы вот так вот по диагонали. Что очень удобно, вы сразу можете много есть. Ну, это же главное. Главная задача вообще всегда это решить сначала питание, а потом уже там выходы на сушу или еще что-то. И когда вы решили эту задачу, можно уже ставить себе другие. Возникают независимые две группы. Диапсиды и синапсиды. У синапсид одно височное окно, ну, с каждой стороны имеется в виду. У диапсид по два височных окна с каждой стороны. Что лучше? Одно или два окна. Ничего не лучше. Без разницы. Главное, есть скуловая дуга, уже хорошо. Просто получилось, что две независимые группы. И эти две независимые группы, которые еще называют завроморфы и терраморфы, начинают решать задачи по окончательному выходу на сушу. Причем каждый решает эту задачу по-своему. У них, у каждого свой рецепт. Ну, сейчас вы догадаетесь, кто из них кто. Первое. Наружные покровы. Диапсиды вообще все вот эти задачи по выходу на сушу решали кардинально. Вот не было никаких полумер, им нужно было, чтобы уже нормально, навсегда. А синапсиды нет. Они жили сегодняшним днем, они не сильно беспокоились о будущем. Поэтому диапсиды все. У нас будет как у растений, как у чернистоногих, у нас скафандр. У них роговая чешуя, которая защищает тело от высыхания. А синапсиды говорят, послушайте, но ведь вокруг карбон. Во-первых, очень влажно. Поэтому чего нам защищать кожу от высыхания? Эта проблема сильно не стоит. Во-вторых, вообще-то холодно, поэтому мы лучше шерсть сделаем. Зачем нам эта роговая чешуя? Уже, может быть, вы начинаете кого-то узнавать. В принципе, то, что у синапсид была шерсть, подозревали практически изначально, когда их нашли, потому что на черепах сохраняются следы вибриз, ямки от них, вибрисы, это вот такие усы, как у кошки и собаки, которыми они там щупают окружающую среду. И это можно увидеть на черепах. Но сравнительно недавно нашли вот прям непосредственно шерсть от синапсид. Вот какое-то злое существо съело несчастную синапсиду, она прошла через пищеварительную систему злого существа и вот вышла наружу и попала в руки учёных. Ну и, соответственно, потомки синапсид, они тоже все в шерсти. По-видимому, это возникло у них практически сразу. Какой конечный продукт обмена веществ? У диапсид, конечно, всё должно быть кардинально, у них мочевая кислота, так же, как у членистоногих. Вы, в принципе, с ней знакомы, вот вы идёте по улице, над вами пролетает птичка, на вас падает счастье, и вот на самом верху вот этого счастья там такая беленькая нашлёпочка. Вот это, собственно, мочевая кислота. А у синапсид мочевина, потому что, ну, это же карбон, воды кругом сколько угодно, хоть залейся, зачем что-то придумывать лишнее, когда воды так много. Ну, вот мы до сих пор и пьём. Размножение. У диапсид, конечно, всё кардинально, детям скафандр, будут яйца. У синапсид, нет, мы попробуем как-нибудь всё-таки каких-то готовых детёнышей произвести. И, действительно, у довольно древних синапсид находят сумчатые кости. Это означает, что уже была сумка, они таскали детёнышей с собой. И, конечно, молоко в ископаемом состоянии не сохраняется, но так вот, если подумать, детёныша же можно было в логове оставить, да, а самому ходить, не таская его нигде. А раз таскали с собой, то не исключено, что, в общем, рождали такого довольно дохленького, как современные кенгуру, там рождает маленького, да, и дальше уже таскают с собой и постепенно выкармливают молоком до нормального размера. Помимо всего прочего, у синапсид возникает ещё одно большое преимущество. Дифференциация зубов. То есть, ну, здесь собачка нарисована, и у неё есть резцы, которыми она откусывает еду, есть клыки, которыми она чисто теоретически может проткнуть сонную артерию жертве, есть предкоренные зубы, которыми она разрезает мясные волокна, и есть коренные зубы, которыми она эту пищу пережёвывает. У древних синапсид, конечно, прям вот такой дифференциации зубов нет, там коренные, предкоренные зубы выглядят примерно одинаково, но тем не менее уже есть какая-то разница. В этом большое преимущество, потому что, во-первых, вы можете тщательнее пережёвывать пищу, и от одного и того же количества пищи вы можете получить как бы при пережёвывании больше энергии. Если кто-то не верит, что это так, а у вас есть родственники со вставной челюстью, спрячьте эту челюсть там дня на три, и посмотрите, сколько человек будет есть. Даже если вы будете ему перемалывать это на блендере, он начнёт есть больше, чем он ест обычно. Ну, конечно, эксперимент жестокий, но можно же подождать, пока челюсть сама сломается или потеряется, и засечь. Так вот, у синапсид вот эта великая радость появляется. И вот, собственно, преобразование синапсид. Кожное дыхание они себе сохранили, потому что вокруг карбон. Ничего плохого в кожном дыхании в то время не было. Раз кожное дыхание и у вас железистая кожа, у вас много разнообразных желёз, которые несут разные функции. Из одних можно сделать шерсть. Какие-то будут потовыми железами и какие-то будут млечными железами. Шерсть защищает кожу не только от холода. Если вы не верите, что шерсть это наружный скелет, придите домой, у вас наверняка есть домашний любимец, там, кошка или собака, и укусите его. Но не за ухо, за ухо нечестно, кусайте за спину и попробуйте осознать свои впечатления. Значит, впечатление первое. Вам вряд ли удастся откусить кусочек от своего любимца. Ваши зубы будут беспомощно скользить по шерсти. Впечатление второе. Ваша ротовая полость будет забита шерстью. Это тоже неприятно. На это тоже рассчитывают. То есть, ваши тупые зубы всеядного существа совершенно неэффективны против обычной шерсти млекопитающего. Ну и, конечно, шерсть защищает от холода. Потоотделение. Тоже очень важно. Вам нужна постоянная температура тела, а не просто тёплая. И когда температура тела слишком большая, это тоже плохо. Вы можете свариться. Надо, чтобы лишняя температура уходила. Ну, вскармливание молоком, мы понимаем, это всегда хорошо. И, соответственно, когда у вас возникает терморегуляция, значит, у вас всё хорошо, там, с обменом веществ, и со всем, чем только можно. И вы можете позволить себе внутри себя выращивать ещё одно существо. Оно будет на вас паразитировать, конечно, но это, кстати, всегда прогрессивно. Во всех группах организмов, если дети паразитируют на родителях, это всегда хорошо для вида в целом. То есть, если вот посмотреть на млекопитающих, посмотреть на, скажем, покрытосеменные растения, у них тоже фактически дети паразитируют на родителях, это всегда очень прогрессивно. Дифференциация зубов. Она, во-первых, помогает терморегуляции, потому что вы тщательно пережёвываете пищу, вы получаете больше энергии. Во-вторых, чтобы пища не вываливалась изо рта, вы же её жуёте. Это всякие там рептилии, они не жуют, у них как бы нечем жевать, это просто острые зубы. Задача там урвать кусок как-то, схватить и проглотить. Всё. А вы должны жевать. Значит, пища не должна вываливаться изо рта, значит, должны быть щёки. А там, где щёки, там и губы, там уже удобнее молоко пить. А там, где щёки и губы, там уже постепенно выход на мимику, на социальное общение. То есть вы чувствуете, как далеко мы уходим из палеозоя. То есть это всё заложено ещё в палеозое. Ну, а в палеозое, как вы понимаете, синапсиды, конечно, были главными. А диапсиды, ну вот, вот как-то так. Единственное, чего из всех, то есть синапсиды выполнили все задачи постепенно, кроме одной, они не выпрямили конечности. Они вот как ходили вот так в раскорячку, как тот молодой человек, вот так они и продолжали ходить. Но в палеозое это было неважно, потому что все ходили так. И, ну, просто медленно, там, медленно-медленно хищник догоняет жертву, но может она успеет морально подготовиться там. Но вот эта вот проблема оставалась. Дальше у нас наступает пермский период, и здесь вы видите, что синапсиды главные, да, вот две синапсиды выясняют, кто из них будет есть вот этого париозавра, и диапсиду мы даже не видим тут на горизонте. Дальше наступает триасовый период. Между пермью и триасом там самое большое вымирание в истории Земли. Я о нём ничего говорить не буду, иначе мы отсюда не уйдём. Но в то время вымирали все, всем было плохо, но тем не менее и синапсиды, и диапсиды выжили. И вот мы смотрим на триасовый период, что же получилось. Во-первых, в целом климат уже не такой благоприятный для синапсид, потому что стало жарко и сухо. в целом по всей Земле. Это, конечно, не очень хорошо для нас. Дальше. Смотрим, кто же у нас здесь. Вот есть вот такая диапсида, которая и не думала куда-нибудь там выпрямлять ножки или что-то делать. Она подумала, ну, помните этот мультик про удава, который говорит, я не хожу, я ползаю. Ну, зачем ходить, когда можно ползать? И часть диапсид, это липидозавры, они вот переходят к такому ползающему образу жизни. И даже если у них есть лапы, они, в общем, нужны только для того, чтобы так отталкиваться от каких-то препятствий и всё. В основном они ползают. Дальше. Мы видим здесь вот синапсид каких-то. Вот они такие стоят в раскорячку, как и положено. Но мы видим, клыки торчат, значит, дифференциация зубов. Мы видим вот это вот существо, которое на самом деле уже более-менее пряменько стоит, у него есть ушные раковины. Не исключено, что это даже уже первое млекопитающее. В трясе они уже появляются. Но в центре композиции мы видим очень загадочных диапсид. Смотрите, и ножки пряменько стоят передние, и на задних ногах может стоять. Как так? Откуда такое взялось? И почему так получилось? Значит, чтобы это понять, можем посмотреть на современных ящериц, которые называют василиски. Они не связаны никак с теми диапсидами. Это, ну, вот просто такое совпадение. Можете набрать на ютубе ящерица-василиск, или если там на английском языке, то это ящерица Иисуса. Иисуса, потому что она любит бегать по воде. Она встает на задние ножки. Она стоять на этих ногах она не может. Это должно быть динамическое равновесие. Она должна двигаться. Она должна быстро бежать на этих задних ногах. А она маленькая. Быстро бежать она должна по ровной поверхности. А ровная поверхность это вода оптимально. Конечно, она по суше она тоже может бежать, если она где-то найдет ровный участок. Но обычно ровная это вода. И вот она бегает, прекрасная ящерица. То есть вполне можно было встать на две ноги, уравновесить переднюю часть туловища хвостом и побежали. Постепенно выпрямили задние ноги. Это проще. Там в поясе задних конечностей всего три косточки. А передние конечности у вас получаются с них нагрузка снимается. А когда нагрузка снимается с какого-то органа, он может преобразовываться во все, что угодно. И, соответственно, плечевой пояс дальше там редуцируется. И можно уже выпрямлять ноги и делать все, что угодно. И вот, как говорят мои студенты, а что, так можно было? Вот, к сожалению, ну, вот, да, я сказала, крылья ноги, главный хвост. К сожалению, для нас, для синапсит, так было нельзя. Попробуйте вспомнить, как выглядит современная корова, современный крокодил, то есть примеры современных диапсит и синапсит, и какие у них хвосты. Ну, если вы что-то знаете больше о палеонтологии, вспомните какую-нибудь ископаемую синапсиду, например, самая знаменитая иностранцевия, и вспомните динозавра, и сравните их хвосты. И вы поймёте, что у синапсит никогда не было хвостов, которыми они могли бы уравновесить переднюю часть тела. И в этом проблема. А у диапсит, ну, чисто случайно так получилось, что такие хвосты были. Поэтому мы медленно и печально выпрямляли все четыре ноги в течение 200 миллионов лет. Они сделали это довольно быстро, поэтому в мезозое, конечно, они сделали вид, что они главные, то есть они были главными хищниками, самыми крупными, растительноядными и так далее. Синапсиды на это время, ну, синапсиды решили, ну и что, всё равно жарко, поэтому давайте мы будем активными по ночам, давайте мы будем вести подземный образ жизни, давайте мы будем вести древесный образ жизни, там хорошо, прохладно, и нас ничего не беспокоит. А потом уже, когда динозавры вымерли, уже синапсиды снова захватили мир. Ну и, соответственно, вот как сейчас выглядят самые распространённые синапсиды и диапсиды. Как видите, у синапсид уже ножки стоят пряменько, то есть всё выполнено. У диапсид, наконец-то, есть постоянная температура тела и есть забота о потомстве. То есть всё хорошо, но надо следить за ними, вы понимаете, да? Мы должны оставаться главными. Вот. Ну, ещё раз напоминаю, кто же из организмов всё-таки освоил воздушную среду, их на самом деле не так много. Это высшие растения, четвероногие из позвоночных, из членистоногих это трахейно-дышащие, паукообразные, и улитки из моллюсков. И всё. На самом деле водных организмов разных типов их гораздо больше, но никакие кнедарии, никакие брахиоподы на сушу так и не вышли. То есть немногие смогли попасть в эту среду. Ну, на этом спасибо за внимание. Здесь вот показано, как древние люди считали, как надо было выходить на сушу. АПЛОДИСМЕНТЫ